Всем привет! Сегодня у меня для вас просто бомбовые замены люкса. Я вам это обещаю. Давайте поскорее начнем, а то я люблю затягивать. Первое средство, на которое я хотела бы обратить ваше внимание, это карандаши для бровей от марки Vivienne Sabo. После битвы блогеров у меня остались все оттенки карандашей для бровей от марки Lancome. Тогда темные оттенки я подарила маме, подружке, тете, светлыми пользовалась сама. И когда вот эти карандаши попали в мои руки, я поняла, что их формула прям один к одному. Как у более дорогих от Lancome. Оттенок 03 для меня темноват, но я протестировала его на своей маме. И он такой, знаете, с небольшой теплинкой. Это то, что я очень люблю в средства для бровей, потому что выбирая все самое холодное среди разных там карандашей, теней для бровей, мне кажется, многие девушки совершают ошибку, потому что тогда макияж и вообще выражение лица кажется таким угрюмым, каким-то неестественным что ли. И вот этот оттенок 03 будет хорошо смотреться на темненьких девушках. Формула стержня очень удачная, потому что он в меру жесткий, но и не слишком мягкий. Вообще это автоматический карандаш, о чем я забыла сказать в самом начале. То есть вам не придется постоянно помнить оточилке, все выкручивается, закручивается, потому что мак можно выкрутить, а закрутить уже нельзя. Здесь видите, туда-сюда все замечательно. И также мне нравится, что он тоненький, то есть можно прорисовать какие-то волоски на бровях, а можно даже заштриховать какое-то более проблемное пространство. Со второй стороны вы также можете найти ершик, то есть если хотите придать бровям прям супер натуральный эффект, то рисуем то, чего нам не хватает, расчесываем бровки и класс. Также обещала вам рассказать о помадах от марки Поэзо из их органовой линейки. Это относительная новинка. Кстати, я просто балдею от упаковки, потому что она магнитная, прям как в люксе. И вот эти помады у нас в три раза практически дешевле, чем мак. Но некоторые оттенки прям один к одному, как в мак или даже в том форт. Я вас просто уверяю, что на губах вы не заметите никакой разницы. Вообще вся линейка Поэзо, она такая ухаживающая, очень комфортная, увлажняющая. И мне больше всего понравились нюдовые оттенки, те, которые можно использовать, знаете, в повседневной жизни наносить без зеркала. Они не размазываются так же, как мак. Они комфортно ощущаются на губах. И давайте перейдем уже к самому аналогу. У мак есть очень классный оттенок, который называется Fanfare. Это такой коралловый, освежающий цвет. Обожаю его и сама часто им пользуюсь. Но я потом поняла, что оттенок 13 от Поэзо, это просто то же самое. Кажется, что вот эта Fanfare чуть темнее в самой упаковке. Но она настолько полупрозрачная, точно так же, как эта. На губах она не такая насыщенная и яркая. Какую выберете вы, неважно. Обе очень классно освежают. Даже тех, кто не спит ночами. И вообще, это замечательный весенний цвет. Уже сто раз вам о нем говорила. Теперь вы знаете о более бюджетной альтернативе. И вторая замена. Также одной из любимых помад Мак в оттенке Brave. Это такой пыльно-розово-коричневый нюд. Кстати, это сатиновая линейка Мак. И она некоторым может подсушивать губы. Но при этом она довольно стойкая. В Поэзо вы найдете более комфортную формулу. То есть, она уже не такая полупрозрачная, как предыдущая. Но она более комфортно ощущается на губах. Я не жалуюсь на Мак. Потому что я обожаю их помады. Но если вы ищете что-то другое. Возможно, вам сатиновая помада от Мак не подходит. Или что-то более дешевое. То номер 14 от Поэзо прям такой же. И последний оттенок от марки Поэзо в номере 17. Это довольно светлый такой бежево-розовый нюд. Который просто обалденно смотрится с более интенсивным макияжем глаз. Я получаю от вас массу комплиментов, когда делаю смоуки айс. И наношу одну из вот этих помад. И если говорить о более дорогой опции. То это помада от Tom Ford в оттенке 13. Blush Nude. Это кремовая помада. Которая точно так же наносится. Столько же держится. И вот эти помады от Поэзо не имеют никакого запаха. И вкуса, что немаловажно. Потому что некоторые помады этим грешат. Я с удовольствием пользуюсь. И одной, и второй. А выбирать вам. Тадам-тадам! Наконец-то наступил тот момент. Когда мне удалось найти довольно удачный. При этом недорогой набор кисточек. Который состоит из кистей для лица. И также для макияжа глаз. При помощи этого набора. Вы сможете выполнить абсолютно любой макияж. То есть, как такой повседневный. Так и более сложный. Со смоки айс. С какими-то растушевками. Это не подделка. Точно вдохновлялся маркой. Зоева. Циева. Зоева. Все произносят по-разному. Но каждый знает. О каком бренде идет речь. Кисточки легкие. И ручка выполнена из дерева. Я не буду прям подробно останавливаться. Потому что некоторые просили. Что вот. Показать вблизи. И рассказать общее мнение. В наборе было целых 5 кисточек для лица. Они мягусенькие. Прям вообще классно все наносят. Нет никаких претензий. И за цену 20 долларов. 5 кисточек. Помните, да? И еще вот сколько их здесь? Целых 10 кисточек для глаз. То есть, за 20 долларов. Вы получаете 15 кисточек для полного макияжа. Лица любой сложности. Я вообще не разочарована. И второй набор, который я покупала на Алиэкспресс. Состоит из 15 кисточек для глаз. И если бы мне надо было выбирать. Я бы отдала предпочтение этому. И кстати, у продавца. Кисти называются ESAP. Или я не знаю, как это читается. Есть разные варианты этих кисточек. Вообще, разные наборы. И можно заказать черные с серебром. В общем, я обязательно оставлю вам ссылки внизу. И также, девчонки, не забывайте. Если вы любите онлайн-шоппинг. Точно так же, как я. Обязательно пользуйтесь кэшбэк-сервисами. Я советую вам кэшбэк-сервис Letyshops. Что это такое? Если вы еще не знакомы, я вкратце вам расскажу. Итак, совершая практически любую покупку онлайн. Вы без проблем можете вернуть процент от потраченных денег. Для этого вам надо зайти на сайт Letyshops. Это все бесплатно. Не переживайте. Зарегистрироваться. И я советую сразу установить расширение на ваш браузер. Это такая напоминалка, которая всегда будет вам показывать, сигнализировать, что вы зашли на сайт, который сотрудничает с Letyshops. И чтобы вы просто не забыли воспользоваться вот этим кэшбэком. Далее, очень важный момент. После регистрации на самом сайте Letyshops мы находим интересующий нас интернет-магазин. Это вовсе не обязательно должен быть Алиэкспресс, тот же eBay, всеми любимые Asos. Letyshops сотрудничает с огромным количеством различных интернет-магазинов из разных категорий. Переходим на наш любимый интернет-магазин. Как обычно, совершаем покупку, ничего сверхъестественного, оплачиваем свой заказ и кэшбэк автоматически зачисляется на ваш счет. Потом вы можете вывести эти электронные деньги в ваш электронный кошелек или на карту, как вам будет удобнее. Я, кстати, уже совершила свою первую покупку через Letyshops. Я заказала несколько вариантов платьев на Asos, потому что вскоре собираемся на свадьбу и, как обычно, человеку нечего надеть. И, девчонки, если вы закажете вот эти вот кисточки через Letyshops, то они получатся еще и дешевле. И если вы зарегистрируетесь на Letyshops от меня, то у вас будет премиум аккаунт, то есть повышенный кэшбэк в очень многих магазинах. И я также открою вам небольшую тайну. Мне настолько понравился сайт Алиэкспресс. Я уже нашла столько всего интересного на Алиэкспресс и, что самое главное, нужного нам, девушкам. Добавила все интересующие позиции в свою корзину. В основном это какие-то бьюти-гаджеты и жду, когда начнется распродажа. А распродажа на Алиэкспресс стартует 28 марта и продлится до 30 до конца дня. Во время распродажи при покупке через Letyshops у вас будет кэшбэк до 7%, скидки до 50 на миллион товаров. И также будет розыгрыш 100 призов. Участвуйте в распродаже и не пропустите начало. Ссылки я оставлю внизу, а вы обязательно делитесь тем, что вы заказываете и вообще, что стоит купить. Потому что есть столько вариантов, я там просто теряюсь. Кисточки я долго выискивала, читала отзывы и есть, получилось. Не забывайте пользоваться Letyshops, получается еще дешевле. В общем, одни плюсы. Итак, едем дальше. Пудра, которая может заменить тональное средство, особенно в теплое время года. Пудра от марки Rimmel из их линейки Lasting Finish. Вообще она очень классная. У них стойкие тональные кремы, плотные и оттенки классные. Но у Rimmel вообще хорошее тональное средство. Но сейчас говорю о пудре. Мне вообще кажется, что это не просто пудра, а компактное тональное средство. Если, к примеру, вам не хватает покрытия вашего BB крема или у вас что-то стирается в течение дня, берете вот это средство. В нем, кстати, сразу есть спонж и зеркальце. И поправляете все это в течение дня, что мне, в принципе, не мешало бы сделать. Вот, очень классно скрывает поры, убирает блеск и действительно хорошо держится. Мне кажется, что даже вам при небольшом количестве пудры вот сейчас на моем лице будет заметно, что убирает блеск. Вот, и как раз очень хорошо подходит для того, чтобы поправлять макияж в течение дня. Или, в принципе, можно наносить само средство в качестве тонального. Ну, то есть, вместо пудры и всего остального кистью или вот этим спонжем проходимся по всему лицу. Дает среднее покрытие, а с тональным средством, к примеру, от Rimmel, может быть даже полное покрытие. Я даже не знаю, как это сказать, потому что мне очень сильно хотелось попробовать матовые тинты. Я даже не знаю, как это сказать, потому что мне очень сильно хотелось попробовать матовые тинты от марки Armani. Я поигралась с формулой, я поняла, что это те средства, вот именно матовые, которые, наверное, не каждое из нас пригодятся, но для быстрого макияжа достаточно будет вот этих двух оттенков, это 24 и 22, но это не мастхэв, особенно за такую цену в двойном экземпляре, но это какое-то кощунство. Я потом поняла, что у меня есть аналоги от марки NYX, и это не просто похожая формула, это такие же оттенки, еще и больше разных вариантов, они точно так же носятся, и мне показалось, что матовые тинты от Armani мне даже больше сушат кожу век, чем вот эти от NYX, поэтому моя рука даже чаще тянется именно к тинтам от NYX. Оттенок, который мне очень сильно понравился, это 13, он такой коричнево-шоколадный с небольшой краснотой, и он так красиво подчеркивает цвет глаз, в принципе, можно нанести какой-то светлый оттенок теней, и далее в уголок глаза немного этого дорогого или более бюджетного тинта, и все, макияж глаз готов, их можно растушевывать даже пальцами, и я часто пользуюсь светлым оттенком в номере 16 и 13. А когда вспоминаю о цене, то потом и вот этими тоже. Девчонки, как-то в своем видео я вспомнила, что недавно попробовала очень стойкую, интенсивную подводку, которую мне даже сложно было смыть обычными средствами, и речь шла о подводке от марки Art Deco. Многие из вас ее знают, но сейчас вот только мои руки к ней дошли, у нее такой аппликатор, к которому мне сложно было приловчиться, то есть просто это не моя форма выпуска, ничего такого у меня раньше не было. То есть он как будто состоит из мельчайших ворсинок. И вот всегда, когда я хочу нарисовать такие прям хорошо заметные стрелки, я беру вот этот лайнер. Он мега черный, он мега стой, и более насыщенного лайнера у меня еще никогда не было. Внутри есть шарик, благодаря этому средство не застывает, не засыхает. И еще одна классная, очень черная подводка, которой мне еще проще было нарисовать стрелки от марки Jade. Многие хвалят их тени, также постараюсь оставить вам ссылки на них. И вот это прям такая, как смола подводка. И всегда, когда я думаю, чуть-чуть, надо маленькие стрелочки нарисовать, рука сама вырисовывает прям ай-на-не-на-не. Но мне иногда такое тоже нравится. Помните, в недавней собиралке я выполняла макияж с малиновым оттенком, и тогда я использовала палетку от марки Smashbox. Она классная, у нее не какая-то заоблачная пигментация, но мне именно это и нравится. В тенях MAC, Smashbox, потому что я могу все как бы наслаивать, чтобы потом не получилось какая-нибудь провести дива. На себе я такое не люблю, но некоторым девушкам идет очень интенсивный макияж, даже днем. И это как-то не бросается в глаза, не смотрится пошло. Но, тем не менее, мне нравится такая формула, когда я сама все контролирую. И если у вас есть уже базовая палетка с базовыми нейтральными оттенками, и вы просто хотите как-то разнообразить свой макияж, то не забывайте, что вы можете воспользоваться обычными румянами. Ну, это не совсем обычные румяна марка NYX. Кстати, вот эта вот линейка у них просто обалденная. У меня есть несколько, я их не пораздавала, потому что их я использую и как тени, и как румяна. И вот, к примеру, выполняете обычный макияж, берете тот же малиновый, или красноватый, или бронзовый в уголок вообще. Вот эти румяна можете использовать и как румяна, и потом при помощи этих же оттенков сделать макияж. Советую присмотреться именно к этому цвету. Опять же, полное название, ссылка есть в описании. Уже давненько обещала вам рассказать о блеске от марки Golden Rose в оттенке 126, холодный нюд. Я сейчас стараюсь не красить губы, потому что у меня простуда. Ну, давайте немножко, немножечко нанесу. Как же приятно он пахнет, и вообще так просто, быстро наносится, при этом ухаживает за губами. Полупрозрачный, не рыжий. И, наконец-то, все немножко отходят от этого тренда. И я долго думала, на что же похоже это средство. И потом поняла, что на помаду от марки Armani, оттенок, о котором вы часто спрашиваете, полупрозрачная помада, холодный нюд 203. Оба средства кажутся такими сероватыми, но на губах ничего подобного. С таким макияжем, как сейчас, с интенсивным. Помаду от Armani я несколько раз использовала в своих видео с таким ярким макияжем. И сейчас мне удалось найти более приятную нашему кошельку замену. Ну, давайте последнее на сегодня. Покупка по вашей рекомендации. Девчонки писали, что BB крем от марки Kiko классный, увлажняющий, сияющим финишем. И что он ничем не отличается от Armani. И у меня закончился си-си-крем от Armani. Я думала-думала, а потом просто пошла и купила. И вы знаете, он очень классный. Я бы тоже не отличила, если бы у него была упаковка от Armani. Здесь химический фильтр. Я проверяла, он продается в такой картонной упаковке, где написан состав. Он, конечно, не сильно все перекрывает, но этого вполне достаточно для повседневной жизни. Вовсе не обязательно наносить, знаете, какую-то маску на лицо. Воспользуйтесь консилером, каким-нибудь корректором для того, чтобы замаскировать проблемы. Он чуть-чуть чем-то пахнет, каким-то уходом. Он не стирается как-то некрасиво в течение дня. Если вы хотите приобрести что-то легкое, увлажняющее на каждый день, то, конечно же, советую. У меня оттенок 02, он с желтым подтоном, более светлый. По-моему, немножко розоватый. Первый, у них есть несколько оттенков, и мне кажется, что они очень удачные. Каждая девушка найдет что-то для себя. Или практически каждая стоит к ним заглянуть. У Кико часто бывают скидки. На этом у меня все. Я надеюсь, что вам было интересно. Еще раз напоминаю о том, что стоит зарегистрироваться на сайте Letyshops для того, чтобы не переплачивать и экономить на своих интернет-покупках. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok